Когда сменилось руководство в Северной Корее, пришел совсем молодой человек, о котором у нас в том числе писали, что вот этот-то, он же учился не только там, он еще где-то на Западе учился, получал образование. Откровенно говоря, я, наверное, не только я, надеялись, что хоть что-то сдвинется в лучшую сторону. Хоть как-то эта страна, несчастная страна на самом деле, вообще последний остров фактически оставшийся вот такой, именно в таком виде, когда все плачут, рыдают, смеются по поводу того, что сказал или не сказал их великий вождь и учитель. Не, еще хуже становится. Это просто у них семейное. У этих Ким Ирсынов, Ким Чен Иров, вот этот последний тоже Ким какой-то. Поэтому, не знаю, мне искренне жаль, конечно, жителей Северной Кореи, что они превратились фактически в зомби. И это лишний раз говорит о том, что коммунизм, от которого мы избавились 20 лет назад с лишним, слава богу, что это произошло. А второе, безусловно, если уж такие размахивания ядерными бомбами будет, то, наверное, мировое сообщество шалуна вот этого руководителя Северной Кореи должно воспитывать и повоспитывать. Поэтому пугаться особо этого не стоит, но, конечно, когда в руках у сумасшедшего ядерная бомба, мало кого это доставляет радости.